привет друзья дорогие мои подписчики и гости канала сегодня у нас очень интересная тема это вообще огромное влияние на акустическую гитару и те кто увлекаются или хотят научиться этому обязательно посмотрите до конца и так у нас сегодня джипси мастер один из цыганских королей этого стиля я его называю этих ребят вообще называют джипси мастер вот у меня кстати гитара сейчас я ее продемонстрирую есть телекастер а это джипси кастер друзья я придумал джипси кастер и так друзья друзья у нас сегодня 100 шелла розенберг ребят ну многие спрашивают опять вот чем же все таки кардинально отличается конечно инструмент совсем другой во первых он не дает никакого низа все как на скрипке тут верха и серединка вот дальше естественно струны тоже особенные да здесь 10 бывает 46 представляете 1046 это очень тонкие вот я сейчас нашел 1050 то есть это мягкие струны вообще это гитара мне досталось почти подарок наверное даже подарок спасибо большое мастеру замечательному александр даев у нас есть такой в петербурге он делает классные очень инструменты мне нравится вот я ее часто использую на записи единственное здесь есть неудобство конечно нужно покупать вот эти все петлички либо микрофон и ходить когда концерт вот с такими вещами но и цыгане кстати не для ребят не любят вот эти все штуки джеки пьезики они играют в микрофоны и как кстати кантри гитаристы и так друзья знаете хочется рассказать что это такое опять стиль да не забываем что здесь совсем другой разворот вот этот 45 градусов удар он дает большой объем у меня вот вчера приезжал ученик с владимира я с ним занимался поставил ему правую руку кто видел там ролик есть и он прям немножко был в шоке от того как его гитара на самом деле звучит вот да мы раскачиваем д куда в отличие вот от вот такого движения вдоль мы прямо в деревяшку бьем и поэтому все пассажи получаются прокачанный и сами удар поэтому конечно звук такой очень мощный получается у цыган пулеметный даже я бы сказал и так сегодня друзьям сташел розенберг что это за человек вообще это целая семья как я прочитал это вообще голландская семья но они тусуются и живут во франции и звезды вообще этой гитары а на самом деле а вы сейчас увидите поклонников очень много вся европа прям очень много людей торчит и ходят на эти фестивали и концерты вот и розенберг является одной из ключевой фигуры почему вот вопрос да их на самом деле там много очень много талантливых гитаристов и поверьте мне все шпарят как угорелой просто но разница в том и она не только в джипсе работает она работает в электро гитаре она работает в любой музыке вот за этим человеком есть свой пласт музыки вот это очень важно этот человек записал очень много дисков это понятно как каждый наверное музыкант кто плодотворен он у кого есть талант он может записать но тут дело в том что он еще сочинил сочинил о такие вещи культовые которые уже исполняются сейчас при жизни другими музыкантами то есть он до сих пор формирует этот стиль и делает большой вклад в это поехали давайте посмотрим познакомимся с тушевый розенберг и и и и и и и и Тэмбешный. Мне больше всех жалко его брата, который сидит в таком темпе, умирает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это гениальная, великая импровизация самого Джанго Рейнхарда. И некоторые джипсеры есть ленивые, а есть работящие. Есть старые, а есть молодые. Вот этот сейчас, может быть он постарей. И Розенберг Сталон, конечно, уже, наверное, не то чтобы не сыграет. Просто неохота уже, наверное. А здесь он еще молодой и шпарил. И вот, это выученный текст. Но подача классная. Сейчас мы дальше посмотрим, и будет импровизация. Вот. А видели, да, как его старший брат? Это же раз, два, три, четыре. О, да, очень быстро. Вот здесь главное, друзья, я всегда ученикам говорю, работать как работает сердечная мышца. Нам надо во время сокращения извлечь звук и еще успеть расслабиться. Вот когда играешь такие вещи на выносливость, да, всегда нужно чувствовать, где то место, где найти свободу. Потому что я очень много встречал музыкантов, которые от горя от ума, называется, зажимаются. Их эмоции не дают им контролировать эту всю штуку. И вот некоторые не справляются просто, да, чисто потому что неправильно по механике работают. Здесь надо все время... Это работа вообще на выносливость, конечно. Такие вещи есть. Их надо прокачивать от обратного. Надо играть, научиться тихо и контролировать это, а потом вкладываться уже на силе. Но это, ребята, обращайтесь ко мне, я научу, как это делается по урокам. Привет, мои друзья-гитаристы! Вышел новый курс по гармонии. Этот курс предназначен для вас, для тех, кто хочет прокачаться по гармонии, понять, что такое аккорды, как их связать, делать свои аранжировки, быть художником. Я вас приглашаю на свой курс. Будем заниматься. Итак, друзья, сейчас я предлагаю творение послушать Розенберга. Называется Сифорович. Это женское имя. Посмотрим. Вот вам простая мелодия, такая неказистая, на самом деле. Ничего такого нет, даже, я бы сказал, попсовая. Но она вошла уже в репертуар. Ее полюбили люди. А люди как раз любят, когда просто и ясно, да? Так, поехали. И здесь добавился еще его друг. Но об этом человеке я вообще сниму, наверное, два или три обзора, потому что это мой один из любимых гитаристов, это Бирелли Лагрен, о нем попозже. Но тут он есть уже. Итак, поехали. Вот, в серединке сидит Розенберг. И справа сидит Лагрен. Маленькая девочка Сифора. Вот это, друзья, стиль называется джипси-босса. Они играют в октаву, класс. Они играют в октаву, класс. Батя в здании. И пошел Гендель. Интеллект. Батя шут. О, класс. Ну это вообще гений, друзья Я тут разговоров 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 Замутить 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 вот такой следующий аккорд здесь сыграл ми девятку в принципе а здесь смотрите это плюс плюс 7 да да вот он и здесь это шестая ступень посмотрите что получается вот такая вещь да дальше смотрите сам аккомпанемент сейчас прям попробуем с вами ну а а а а и и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Да, это я уже на шару Друзья, смотрите Вот такой материал Это можно, конечно, все подучить и выучить Важно знать элементы То есть, можно это пальцами сыграть Про медиатор, да? Если мы без контрабаса играем, так даже лучше Вот таким образом Либо вот как они сыграли в оригинале Друзья, все это элементы, которые нужно собирать как пазл Вот я сейчас вам опять-таки предлагаю пойти в мою школу На мои курсы Те ребята, кто проходят, они уже, конечно, играют, естественно, лучше Были, чем сами Вот это вот важный момент Быть лучше, чем ты есть Но фактор времени Вы будете... Вот знаете, я много встречаю людей, гитаристов Которые там лет 5-3 года прошло Он так же играет Так же играет, потому что он движется не в ту сторону То есть, здесь, смотрите, я начал с гармонии Разобрал гармонию Так, так, примерно накидал И только какие-то свои варианты Плюс-минус И потому что есть багаж, да? Из чего выбрать И дальше уже применяем ритмику, да? А ритмы могут быть абсолютно разные Второе Мы сыграли И, естественно, мы можем это еще обыграть Каждую ступень, да? Вот такие вещи То есть, все как пазлы собираем Поэтому, друзья Но первое Начинается, естественно Этот стиль Невозможно играть С неправильным звуком Поэтому Я вас приглашаю На свои курсы Привет! Если ты хочешь круто играть на акустической гитаре Добро пожаловать на мой курс Он состоит из 12 уроков Которые помогут прокачать твою технику Для курса подойдут абсолютно любые гитары На уроках мы разберем Характерные виды техник на акустике Медиатором Когтем Пальцами Друзья, увидимся на курсе Сейчас, друзья Напоследок Вообще Я хочу сыграть Вещь Композицию Розенберга Это я сделаю в конце Я считаю, что Каждому блогеру Надо вообще Если ты ведешь это Надо отвечать за слова И играть Иначе ты Я себя чувствую преподом Я это, друзья Вам показываю А вот если просто мы по факту Разбираем Но не доказываем Я таким людям особо и не верю Надо всегда доказывать И показывать Вот Смотрите, дальше идем, друзья Сейчас будет очень интересная вещь Это гитар-баттл, считайте Только они устроили Гитар-баттл Розенберга И Эрик Варцон Это фламинкист Очень интересная Смотрите, как здесь На мой взгляд Выиграл все-таки Розенберг Потому что он играл Постоянно Новые-новые Какие-то вещи Сделал И ритмы менял Джанго играет О, хорошо Загнул По свистку По свистку О, аллегата Классная Шикарно, да? Пока ничья Так Так О, хорошо Продолжение следует... О, хорошо Продолжение следует... Вот здесь фламинка Вот здесь фламинкист Кончился Он играет то же самое Тоже самое Опять играет Сейчас он сыграл как фламинкист В этом же стиле Вместе Ну и спанчинга Продолжение следует... Вот такое шоу, друзья Ну здесь просто два профика, конечно, видно Ну это такое все игровое Ну вы видите, да? Когда сходятся два разных стиля Это интересно И здесь, конечно, разнообразней Я считаю, был Розенберг Потому что он пытался Как-то по-разному это все сделать Фламинкист круто играл Ну и легата крутой Но он все был в одном как-то русле Вот Но это все игры, друзья Но хотя наблюдать за этим очень интересно Итак, друзья, напоследок Я сейчас вам сам сыграю Вот И сначала покажу Как автор сочинил эту тему Вот Она называется Это джипси грувинг И здесь, конечно, уже Работает ваша фантазия Только то, что вы будете делать Это блюз, джаз, это джипси Кто на что гораст Это все-таки блюзовая тема Опять-таки подчеркну Блюз, это, друзья, форма В джазе есть такая форма Это не значит, что мы сейчас будем Техас в блюз играть А есть блюзовая форма Это квадрат Так, посмотрим Джипси грувинг Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот такая тема, друзья Опять-таки Каждый может до этого Как-то прикоснуться И дальше идти развиваться Технология, друзья, та же самая Сначала аккорды Затем ритм За ритмом, друзья, стоит опять IQ Что вы знаете про этот стиль? Вот, допустим, я называю это джипси Фанк Ну, то есть это фанк тоже Но с элементами джипси Взвлекаем звуки Делаем такую же ритмику Как играют фанк музыканты Смотрите Здесь какой момент? Первое, конечно, лучше сначала научиться простому свингу Свинга состоит из, как я играю, из трех элементов Это первое Аккорды, да, ровненькие Но это все на такой Мягкой амортизации медиатора То есть без давления совсем И вторая доля пошла Дальше, смотрите Я еще беру Вот этот вот штрих Из-за такта Вот, а джипси в фанк играется Вот, поэтому, пока вы эту культуру не послушали Вот здесь я сейчас запишу такой бас Это опять-таки Джако Пасториус, да Который, как бы, человек-создатель Вообще, отец, можно сказать, тоже фанк музыки Но это бас-гитара Безладовая гитара Безладовая, вернее Вот, все это нужно, друзья, знать Все гитаристы, на мой взгляд, я ученикам так говорю Вы должны шестую, пятую, четвертую струны Видеть, это ваш басист Это не просто, да, струна Это и играть как басист А это, значит, приемы Приемы такие же, как Либо вы играете как вутон Всеми вот этими штрихами Вот, либо как Пасториус Либо вы играете в свинги Как контрабас Вот, поэтому в моих курсах, друзья, это все есть И теперь, самый важный момент, друзья Вся эта неделя, это будут скидки Обязательно заходите Внизу есть ссылки И там на каждый курс будут скидки Всю эту неделю Поэтому добро пожаловать Я вас жду Всем я там отвечаю всегда Есть обратная связь Вот, очень много интересных упражнений И напоследок я вам сыграю вот эту вещь Джипси Фанк Друзья, увидимся Спасибо 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 Спасибо